Я Капустина Анна Николаевна. Нахожусь в городе Суджа. Приехали сегодня с деревни Леонидово, которую полностью уничтожили. Бабушка... Дедушку и бабушку похоронили. Похоронили в огороде без крестов. Это очень тяжелая история. Мы быстро собрались на машину, которая еле ходит и уехали. Я, Капустина Анна Николаевна, обращаюсь к ушу. Капустина Алексею Николаевичу. Мы еще живы. Вас ищут родственники. Найденка Тамара Стефановна, Найденка Александра Анатольевича. Значит, ищет Анна. Пишет она, здравствуйте. Можете навестить мою бабушку и дядю Найденка Тамара Стефановна. Найденка Александра Анатольевича. Находится за вешенком 2 и 100, либо улица 1 мая 17. Как заходите, справа лестница на второй этаж. Первая квартира слева. Разыскивает внучка Конева Анна. А бабушку, может, можем позвать? Бабушка умерла. А что случилось? Что случилось? Да она старая уже была. Я Найденка Александра Анатольевича. Проживаю в Курской области, Суджанский район. Со мной все нормально. Ну, Анечка, бабушка умерла. Бабушка умерла. Скажите, к зиме вы как-то готовы? У вас есть печка? Ну да, печка есть, у меня все нормально. Дрова есть? Дрова есть. Вы один живете? Да. Спасибо вам. Есть кто? Пойдем его. А вы тут живете? А у вас бабушка незрячая, да? Ну да, тоже слабый вид вообще. Ноги больные у меня умерли. Бутенко 40. Да, Бутенко 40. Вас ищет племянница Люда. Здравствуйте. 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 У меня за Олешенко на Бутенко 40 осталась тетя. Она незрячая. Ее разыскивает племянница Люда. Не могли бы вы помочь узнать хоть какую-то информацию? Я вообще слепая. Я, Полович, Надежда с миской. Туда перестань. Жива пока. Живу дома. Кухня в летней. Живу, сплю как на улице. Уехали все и никто меня не забрал. Я инвалид первой группы. По зрению. И сижу тут и жду. Вот уже с самого первого дня мы даже не знали, что война началась. «Музыки страны». Которя. Светлана Григорьевна, я обращаюсь к своим родственникам, живущим в Москве, к Валенякину Марии Михайловне и Александру Дмитриевичу. Пожалуйста, если вы меня увидите, разрешите мне к вам приехать. Я нахожусь в интернате, в городе Суджа. Откуда вы? Я родила село Плёхово. Прописано Плёхово. Вы также родились в Плёхово. Вы мои родственники и самые близкие люди. Хорошо, мы тогда выставим. Когда будут списки составлять, чтобы поддавались? Раньше звали Виктор, а теперь Виктор Михайлович. Ничего себе, а фамилия ваша как Виктор Михайлович? Одна как звать, хватит, не хватит. А вдруг вас ищут родственники, чтобы они знали, что это вы. А если служить, то я согласен. Косык. Косык? Ваши родственники где-то живут в России? Живут. Где? А я вам не скажу. Они шпионы у меня. А, я понял. Ну тогда привет шпионам передайте. Скажите, что вы живы-здоровы. Вот это правильно. Они живут в Туре. Вот у них там и внуки, и правнуки мои уже. Так что живут. А вы где живете? А я вот там живу. А печка у вас есть? Есть, но она не действует. А что там такое? Да ничего нет. Ни газа, ни света, ни воды. А я живу сейчас в интернате. А, в интернате? Да. А это я на прогулку пришел. Пришли просмотреть, поверить правильно? Поверить, совершенно правильно. Ведь куда-то надо же время было потратить. Лежишь и лежишь там. Ну там, конечно, удобно. А вы в интернате покушали, не голодные, все нормально? Не голодные, все нормально. Все. А кушают там, и обед, и ужин. Есть кто? Мы шукаем людей и поведомляем родителям о том, что вы живы-здоровы. У вас родители на территории России или Украины есть? Да, ну они там в другой стороне. Ну то в Белгороде, то в... Ну, так я же скажу, на территории России. Да, да. Кто у вас там? Там тетка, два брата двоюродных живут. А вас как зовут? Сашка. Александр Приходько. Александр, да, Приходько, да. А брат Иван, это старший, на шесть лет старше. Ага. Сестра есть, старшая Галя, она там на Гончаровке живет. Ага. А вы самый младший? Я самый младший, но мне уже 58 лет. Ага. Так можете им передать, как вы живете? Да нет, на ночь, хорошо, нормально. Не голодает, а батюшка вытурит? Нет, нет, нет. Несто, что хорошо. Хлопцы помогают вам. Помогают, ребята, и дают это, и паек выдают ваших там, хорошо. Ого, вот арнатель, хлебушек, пожалуйста, все. Насчет этого молодцы, что не забудут. Не обижаю ни в кого. Не, не, нормально, все. Спрашивают даже, а как там, все, наверное, все хорошо. Ну, отлично. Передаю большой привет, счастья, здоровья и все. Висик Виктор Степанович, проживаю в село Гончаровка, улица Подол, 15. Я Висик Вера Николаевна, проживаю в Суджанском районе, Гончаровка. Привет хотим передать нашей дочери, Висик Веронике, которая проживает в Московской области. Вероничка, мы живы. Так, все. У нас все хорошо, хотим уехать отсюда, не знаем, как это получится. Держись. Занимайся внуками, учи их. Сама работай. Викочка, Владик, будьте умницами. Помогайте маме, учитесь хорошо. Мы вас любим. Все, не могу. Тамара, без ручка. Ищу дочь Горкавцева Елена Михайловна. И внук. Придьба Владислав Алексеевич. Живу Суджа. У вас печка есть? Нет. Нет. Хожу под бараб. Ночуете у кого-то? Да. Кушать? Кушать, ну как вчера, спасибо, ваши воды дали и буханку хлеба. Сегодня получила паек ей сделала в интернат. Дают пайки? Ну, дают раз в месяц, да. Да как раз в месяц? Я же туда приезжаю каждый день. Люди приходят раз в неделю. У нас по списку хлеб вот сказали, получили. Они раздали. Уже 80 человек там находится. Ну, спасибо. Я говорю, вот через двор живут. Я даже не ожидала вчера. Уже два раза дом раз это был раскрытый. Лазил на лестнице. Он несет мне буханку хлеба, дал и воды дал. Я даже не знаю. Я очень даже благодарна ему, честно я говорю. А вообще украинские войны как относятся к вам? Хорошо. Не обижают все хорошо? Еды там достаточно привозят. Если надо еда, просто приходите оттуда. Можете приходить туда на завтрак, обед и ужин. Нет, этого я... Они готовят кушать, мы привозим им газ, привозим продукты. У них большой запас продуктов. Так что подъезжайте, говорите, что нечего кушать и пускать дают. Я скажу им об этом. Ну, не знаю. Я подъезжала и вот буквально раза три, наверное, получала. Вот четыре месяца уже будет. Я три раза получала всего-навсего. Их я бы полбуханки раза четыре получала. Больше я туда не хожу. Они смотрят по списку, они говорят, еще месяц не прошел. И, как говорится, вы не обязаны получать. Тамара, я был у людей в домах, вот так как с вами общаюсь. У них этих пайков уже стоит, наверное, на всю зиму им хватит. Но почему именно к вам такое отношение, я не понимаю. У вас пропуск есть? Конечно. Ну, так вам должно еще давать. Есть пропуск. Я стойкая, крепкая женщина. Я считаю, что я это потяну, выдержу. Значит, все, что вы сказали, неправда. Почему это? Ну, потому что... Да я на Украину не хочу. Так я вас на Украину не приглашаю, вы нам там не нужны. Я вам предлагаю через Украину выехать в Россию, чтобы вы тут не мучились. Не хотите, значит, у вас все хорошо, действительно. Не, ну, если бы хорошо было... 46 человек мы вывезли с интерната в Сумы. Они уже в России. Кто в Курске, кто в Москве, кто кому куда надо, к своим родственникам поехали. Я слышала, что вы возили, я это слышала, но я не хочу. Я привыкла... Ты знаешь, что все хорошо. Ну, хорошо, конечно, хорошо. Я терплю, как говорится, Бог терпел и нам берет. Я терплю. Это не терпение, это садомазохизм над собой. Ну, а что делать? Сейчас начинает психика сдавать. Я чувствую, что я начинаю постоянно, каждый день плакать. И я считаю, что всего этого я не выдержу. Ну, вот люди, которых мы вывезли в Сумы, все очень были благодарны, потому что были в тепле, накормлены, душ, стиральную машинку. Сейчас они все дома, выехали к своим родным. И ваши сыновья, если увидят это видео, я думаю, что они тоже будут настаивать на том, чтобы вы выезжали. И они готовы вас принять. Да тут уж выезжали. Уехали и оставили. Я даже не знала, что это. Ну, я думаю, сейчас они каются. Да, каются.